В Кремле началась реставрация стены, часть облицовки которой рухнула в мае прошлого года. Кроме восстановления пострадавшего фрагмента, строители обновят боевой ход и систему гидроизоляции исторического объекта. Репортаж Арины Аксеновой. Поднимаемся на боевой ход, также цепочкой проходим, сверху идущий, сзади замыкающий и также обратно. Короткий инструктаж и новгородские журналисты дружно и гурьбой направляются на временно закрытую для посещения территорию. На Кремлевской стене началась масштабная реставрация. Деревянные конструкции боевого хода уже демонтированы, их полностью заменят новыми. Что касается самой стены, специалисты говорят, объект в хорошем состоянии. Внимание требует лишь поверхностный слой на глубину одного кирпича. Сказать конкретно, какого века эта стена, практически невозможно, потому что здесь есть как новые кирпичи после последней реставрации, так и совсем древние, века 15-го. Реставраторы проводят биохимические исследования всех материалов для того, чтобы воссоздать их максимально близкими к оригиналу. В общем, это вам не псковское, клинышки здесь не прокатят. Работа идет практически на миллиметры. Например, если часть кирпича утрачена, материал будут восполнять тонкими слоями, с точностью подбирая цвет. Некоторые элементы стены все же придется заменить. Например, те, что покрылись зеленью. Это, как оказалось, водоросли из Волхова здесь прижились. То есть вы будете принимать решение прям по каждому кирпичу? Заменять его или нет? Ну, если утрировано, то буквально так. Здесь нельзя подходить к объекту формально. Это не новое строительство. Здесь нельзя гнать кубами. Здесь даже если кусочек кирпича отколот, это требует прям адресного внимания. К слову, последняя комплексная реставрация была в конце 50-х. А в 2021-м в Новгородском Кремле будут применяться новейшие реставрационные методики. Отремонтируют железнобетонные перекрытия и восстановят их гидроизоляцию. Также это окрытие руин архиеписковского дворца. Также этот боевой ход у нас будет отреставрирован. Он будет иметь на себе архитектурную подсветку, также освещение внутри. Проект удалось реализовать благодаря целевой субсидии Федерального министерства культуры. Проводить работы будет компания «Ренессанс реставрация» из Санкт-Петербурга. Эти специалисты уже работали в Новгородском Кремле. Финал намечен на декабрь 2022 года. Арина Аксенова, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение.